Лето не только время отпусков, но и поиска работы. Наверняка кто-то из вас, либо из ваших знакомых, в эти минуты задумывается над этим вопросом. Куда двигаться, как изменить жизнь, если она, казалось бы, зашла в тупик, либо любимая работа не очень радует. Наш следующий гость несколько раз круто менял свою жизнь и каждый раз успешно. К своим 35 годам он успел побывать ведущим праздничных мероприятий, владельцем сети крупных магазинов. И вот сейчас распахивает новую ниву под названием «Бизнес-тренинги». И сейчас челябинец Иван Шевнин буквально колесит по миру с лексами. Мы пригласили его, чтобы спросить, в чем секрет успеха и где взять деньги для стартапа. Ваня, привет. Мы тебя все знаем. Во-первых, скажи, пожалуйста, как это так получилось, что ты круто меняешь свою жизнь? Тебе действительно только 35, а ты уже трижды сделал такие повороты. Ну, вы знаете, я вообще не люблю сидеть на месте. Мне постоянно хочется что-то новое, находить какие-то новые возможности, куда-то постоянно двигаться. Я такой непоседа немножко. Насчет путешествий, насчет выступлений в других городах и странах для меня действительно в этом году достаточно много нового было. сложные решения и непростые места я посещал. Например, я преподавал в Германии, в Штутгарде, в Кёльне. Я преподавал в Кембридже. И меня приглашают выступать в других городах, в других странах. Это очень круто. Мне нравится. Так, а вот как к этому вообще, в принципе, прийти? Ведь у тебя все было хорошо. Почему ты взял и решил, что тебе нужно круто как-то вот все перевернуть в своей жизни? Отличный враг хорошего, как всем известно. Ну, знаете, есть процесс выгорания. Наверное, понимаете, о чем я. Когда ты занимаешься чем-то одним несколько лет подряд, становишься в этом профи, и ты понимаешь, что в этом уже расти некуда. И дальше двигаться. И хочется что-то новое, ты берешься за что-то, в чем ты еще не проявился, в чем ты еще не раскрылся. С точки зрения дохода, с точки зрения денег, с точки зрения бизнеса, вопрос прозвучал. Ну, все очень просто. Вообще три составляющие. Это идея, команда и инвестиции. Очень многие считают, что инвестиции – это миф. Проблема вся в том, что мы и наши друзья, наше окружение, чаще всего в нем не встречается богатых инвесторов по многим причинам. Но я хочу сказать, что люди, с которыми я общаюсь, бизнесмены, в том числе успешные, те, которые уже являются миллионерами и миллиардерами, они приходят к такому моменту, что у них мало энергии, и им тоже хочется как-то проявляться в каких-то новых направлениях, в новых бизнесах, попробовать что-то создавать, но своих сил, своего времени уже на это не хватает. То есть возможности есть, но как-то реализоваться не получается. И они ищут людей, молодых ребят, активных, которые хотят что-то пробовать, создавать какие-то бизнесы, но у ребят пока нет денег. Поэтому первый мой совет – это найти инвестора. Чтобы найти инвестора, нужно как минимум 100 человек обойти, предложить, попросить инвестиции у 100 человек. Потому что очень часто люди, принявшие решение найти инвестиции, привлечь их, останавливаются на 2-3-5, максимум 10 человек из окружения, опросят, и скажут, что ничего не получилось, на этом остановятся. Поэтому это труд – найти инвестора так же непросто, как найти... То есть это не просто обойти 100 человек, это 100 раз услышать «нет». Да. Ну а вот еще хочется узнать, все-таки ты придумал вот эту огромную большую идею. Но нельзя ведь идти напрямую, как бы, правильно, с этой огромной идеей? Надо ее как-то разбить или что нужно сделать, чтобы к ней все-таки дойти до нее? Ну, самое главное вообще – нарисовать для себя точку «Б». То есть когда ты хочешь жить как-то по-новому, хочешь какие-то новые возможности получить, не знаю, новую квартиру, новый дом, новую машину, новый бизнес, больше денег, финансовую независимость, невозможно добиться новых результатов, делая все то же самое, что ты делал раньше. И самое главное здесь – это влюбиться в точку «Б». То есть найти, нарисовать ту картинку, куда бы ты хотел прийти, влюбиться в нее, влюбиться до безумия так, чтобы не хотел жить без нее, понимаете? Потом ты эту точку «Б» совершенно верно декомпозицию делаешь, разбиваешь на маленькие задачи и маленькими шажками, как говорится, путь в 10 тысяч миль нужно начать с первого шага, так и здесь. Самое главное, к сожалению, проблема – это люди не могут хотеть, вот с хотением как-то. Мы ограничиваем себя зачастую, да, в рамки ставим. Ваня, мы тебя поздравляем, что у тебя все получается, мы тебя ждем, когда ты уже и четвертый бизнес ведешь, и пятый, обязательно приходи к нам в гости. Спасибо. Я напомню, что у нас в гостях был человек, дважды круто изменивший свою жизнь и остающийся на волне успеха – Иван Шевнин. Мы услышали от него несколько ценных советов, как перепрошить, так скажем, мозг и свою жизнь.